у нас еще осталась одна презентация в принципе она небольшая и на сегодня все рассмотрим тему записи разговоров покажем в настройках принципе повторим наверно продолжим стеку предыдущей презентации с архивированием да и дополним моментами касаемо записи разговоров настроек сама самих записи разговоров к формата где его изменять если есть необходимость квоты настроек ну и пару советов в настройках добавочного номера в отец в параметрах вы сможете включить записи разговоров по моему получается у нас есть три настройки первое это полностью отключить запись вторая это включить записи для всех разговоров которые будут в системе и третья настройка это записывать только внешние вызовы получается если вы хотите записывать разговоры внутренне между добавочными номерами пожалуйста включайте от запись всех разговоров также версии enterprise у вас будет доступна настройка разрешать пользователю включать и выключать запись если же у вас enterprise версии нет данная настройка включена не будет и каждый отдельный пользователь сможет включать и выключать запись через свой клиент веб-клиент мобильное приложение windows-клиент а так по умолчанию да эта настройка будет включена хотелось бы также сказать что записи разговоров будут сохраняться у вас локально на компьютере на вашем сервере 3 sex поддерживает записи разговоров локальном диске local диск сандрайв а и scsi получается если у вас монтированные папки на возможно в linux системе кто-то попытался это делать имейте ввиду что 3 sex это не поддержит и вы можете также столкнуться с другими проблемами в квоте если вы зайдете в консоль управления запись разговоров квота вы сможете включить следующее уведомление получается отправлять email как мы говорили по уведомления касаемо voice mail касаемо вашей почты голосовой такая же настройка есть для записи разговора вы можете отправлять почту администратору если превысится количество квоты получается объем кота выделяется в настройках это опять гигабайт по умолчанию следовательно если вы восстанавливаете вашу систему у вас намного больше объем разговоров локально будет до находиться в вашей папке где находится до записи разговоров или же будет восстанавливаться самого zip файла имейте ввиду что вам придется изменить это значение с 5 гигабайт на то которое вы видите также в системе будет возможность автоматически удалять записи разговоров которые будут привыкать определенное количество дней имейте ввиду что эта настройка касаемо автоматического удаления доступно у вас не будет если в вашем случае будет включено архивирование записи разговора кстати даже уведомление если на скриншоте автоматического не может быть включено поскольку включим автоматическое архивирование касаемо коды как который будет использоваться для записей он у нас в принципе стандартный как в любой записи которая будет производиться воспроизводиться системой в формат 8 килогерс 16 бит моно у вас будет возможность изменить этот формат на формат который будет более сжимать его сам файл мете ду по умолчанию будет использоваться кодек PCM наш для сжатия что примерно 1 мегабайт на одну минуту записи разговора и формат который вы можете включить это будет формат и PCM что примерно четверть сэкономит вас на четверть да это бы 256 килобайт на одну минуту записи имейте ввиду что не все плееры будут поддерживать этот кодек ну и конечно же стоит что используя данный кодек отец расход на CPU ваш будет немножко больше пару слов по ревирование именно записей разговора мы сказали что вы можете в консоли управления включить резервацию ваших резервных копий чтобы когда вы создавали основную резервную копию чтобы разговоры ваши не включались не находились как сами файлы внутри за этого стоит включить настройку по резервированию наших разговоров вы можете выбрать помещаться ваши резервные ваши записи разговоров это может быть удаленный сервер вы можете включить архивирование и выбрать тип хранилища это может быть ftps ftp smb или же google bucket server хотелось бы здесь добавить что как только сервер сохранит вашу запись локально и перенесет ее удаленный сервер локально запись будет удалена и еще на момент когда вы столкнетесь с восстановлением и скажем если в вашем случае вы не архивировали записи разговоров хотите просто перенести с одного жесткий диск на другой вам стоит учитывать момент правил если это система linux как все директории так и папок что правила применялись для пользователя фонсистем и группы также фонсистем с правами 755 и отец будет именно создавать файлы в этом формате кстати давайте я открою консоль и покажем где находятся записи разговоров принципе в той же директории varlib 3 sex instance 1 data у вас будет директория recordings обратите внимание что owner данной директории будет у нас фонсистем получается если мы зайдем в properties вы можете увидеть что он и группа у нас фонсистем и на случай если вы скажем перенесли ваши файлы с другого сервера и хотите поместить их внутри кроме того что вам нужно будет включить эти файлы поместить их в папку дать им правильные права для каждого отдельного файла для каждой директории под директории отдельная да у вас все должны быть права вы должны также перезаписать сделать риндекс базы данных получается всех файлов риндекс баз данных нужно будет делать уже вручную и создавать отдельные параметры системе чтоб система их переиндексировала принципе то что нужно знать по файлам и если вы перенесете вручную до него находиться у вас будет здесь давайте открою консоль управления параметрах записи разговоров в настройках квота вы можете включить сжатие разговоров в код с форматом и dp7 то что мы сказали вот она эта настройка далее изменяется объем квоты от 5 гигабайт прямо консоли где также у вас отображается сколько используется мегабайт еще раз хотелось бы показать что даже в консоль управления это значение будет отображаться сколько у вас записи разговоров максимально и на текущий момент автоматически удалять записи если они у вас локально только находятся и отправлять уведомление администратору а если превысится процент квоты расположение самой код и изменяется вот здесь настройках путь до где будет находиться ваш ваша записи и если вы включите архивирование появится у вас экстра настройки куда будет отправлены ваши файлы скажем вы выберите в теперь сервер укажите его ip адрес видите пользователя и далее включите как как часто будет идти архивация можете это сделать каждый день в определенное время как я уже говорил что файлы будет автоматически удалены с локально в принципе все вот все настройки как про которые мы сказали если же запись разговора у вас будет помещена в архив она у вас должна отобразиться с такой вот иконкой не знаю если у меня есть такие записи именно на это с нет здесь скорее всего не будет так как я не создавал архив здесь в принципе любую запись вы всегда можете скачать в любой момент локально да она будет помещена у вас и вы сможете наблюдать и прослушать ее на вашем локальном пока еще один момент касаемо записи разговоров мы будем говорить по правам тоже по другой презентации да но забегая вперед можно будет показать веб-клиенте где у вас может отображаться записи давайте я включу русский язык русский в моем случае пользователь 112 веб-клиенте как видите не отображается записи разговоров меню такого нету здесь что мы можем сделать мы можем зайти в настройки добавочного номера 112 и в правах указать что добавочный номер может видеть других членов группы да но перед тем как он должен видеть вы должны включить настройку для 3 sex аппликации чтобы показывать записи разговоров более того вы можете разрешить пользователю удалять записи давайте мы включим сразу эту настройку нажмем ok сразу видим что появляются записи разговоров консоли здесь я смогу провидеть записи именно моих разговоров которые в принципе я могу также прослушать и если я захочу прослушать да отец сделает вызов на мой добавочный номер я смогу ответить и прослушать разговор если же я хочу воспроизвести на моем пк я могу его так сказать скачать и сохранить локально сам файл если вы увидели отображается с from to кто кому звонит добавочный номер 002 звонил 112 время указывается год указывается месяц число и время когда происходил звонок 21 11 29 секунд далее в скобках помещается логически колораде моем случае это 46 получается если я пологом захочу искать этот звонок он должен быть колораде 46 можно будет проверить кстати в консоль управления в событиях sip в отборе колораде вот если он был бы был бы сохранен у меня он был здесь отображался колораде 46 я бы смог поэтому колораде отфильтровать и посмотреть что произошло с этим звонком так теперь если у вас задача дать пользователю 112 наблюдать записи разговоров других пользователей так как моем случае мы видим тут много разных разговоров у меня других пользователей скажем пользователь 0 с добавочным номером 00 пользователь 002 и так далее что я могу сделать я могу зайти в настройку добавочного номера 112 в его права и в правах включить настройку видеть записи разговоров групп пользователей до получается только будет доступна pro enterprise версии нажимаем ok не обратите внимание сразу же в консоли у нас отображаются все другие записи которые находятся в системе мы видим что я могу его воспроизвести и скачать удалить его не могу так как запись была именно не от моего добавочного номера иконка с тремя то что вы видите это показывает что всю запись была с другими пользователями как это все контролировать так как в настройках каждого пользователя добавочного номера у вас есть права и здесь правах есть в пользователи группах дефолт могут видеть вот в общем все записи если у вас есть задача ограничить определенных пользователей рассортировать их по разным группам и разрешайте уже для определенных группов видеть записи разговоров самый простой пример видеть всех пользователей дефолт принципе вот все записи разговоров которую системе будет доступна коллеги пожалуйста вопросы денис спасибо за комментарии рад слышать что вопросов нет хотелось бы всех поблагодарить за выделено вам время всем хорошего вечера и жду всех на завтрашней нашей презентации до свидания всем хорошего дня все добро